Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Прежде чем начать видео, сразу хочу сказать, что в связи с ситуацией в стране и вообще непонятно, что будет с ютубом, призываю вас подписаться на мой канал на Яндекс Дзене. Там будут выходить не только полезные ролики, но и также я буду писать там полезные статьи. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании под видео. Ну а здесь у нас ножки моей мамы и я вам давно уже обещала показать, как справиться вот с такими вот стержневыми мозолями. Также выполним обработку пяточек, ну и конечно же сделаем красивый весенний педикюр. Нашему педикюру уже ровно месяц и покажу вам, какую я фрезу люблю использовать именно для снятия в педикюре. Посмотрите, у нее достаточно ровная поверхность, которая снимает отлично как раз-таки покрытие в педикюре. Так как покрытие в педикюре мы снимаем справа налево, а не сверху вниз, а у фрезы большая рабочая поверхность, покрытие снимается ровно, без зазубринок и сразу много, сразу быстро. В общем, ссылки я обязательно, конечно же, оставлю в описании под видео, пользуйтесь на здоровье. После того, как мы сняли всю базу и также все цветное покрытие, нам обязательно нужно убрать длину. Убираю я длину строго кусачками, никаких ножничек, кто-то еще писал, что убирает, кстати, длину фрезой. Я такое не делаю, как-то раз пробовала убрать диском, но, если честно, мне не понравилось. Как по мне, проще взять кусачки и убрать длину. А как убираете длину вы в педикюре, напишите, пожалуйста, в комментариях. После чего обязательно, конечно же, придаем красивую форму нашим ноготкам. Скоро лето, скоро мы начнем носить открытую обувь. И для того, чтобы отрастить красивую форму ногтевой пластины, нужно сделать хотя бы два педикюра. Ну, по крайней мере, я заметила такую тенденцию и заметила, что так педикюр выглядит намного более привлекательно. Обязательно после подготовки ногтевой пластины к покрытию нам нужно сделать, конечно же, обработку кутикулы и боковых валиков. Что касается маникюра, тут все понятно и все просто. Но вот в педикюре все несколько сложнее. Первый этап очень похож на этап маникюра. Мы открываем карман. Ну, а вот дальше я рассказываю вам секретик. Я справляюсь с птеригием и кутикулой разными фрезами. Да, может быть, это будет чуть дольше, чем мы бы работали одной фрезой. Но такой педикюр будет у вас выглядеть намного чище. Сначала я беру вот такую вот фрезу. Ссылку на нее я тоже оставлю. И работаю ей на небольших оборотах. Этой же фрезой я зачищаю и боковые валики. Но ни в коем случае не углубляюсь ей. Так как у нее достаточно большой диаметр. Если вы будете стараться сделать ей все одной, то есть сделать только ей обработку, то очень велика вероятность, что в боковых, например, вы истончите ногтевую пластину. Дальше мой любимый инструмент. И, как выяснилось, любимый инструмент очень многих зрителей – это кюретка. Достаем под ногтевую мозоль. У моей мамы она всегда скапливается именно в этом уголке. То есть в уголке между большим пальчиком и вторым. И здесь вы видите такую, как канавку. Как раз-таки эта канавка и является результатом того, что ногтевая пластина давит как бы в наш пальчик, и там образуется мозоль. Мозоль мы обязательно удаляем, потому что она причиняет дискомфорт. Ну и уже до чистоты мы доводим желтой фрезой пламя диаметром 23. Она очень деликатная. Ножки уже возрастные. Они сухие, и какую-то фрезу с более грубым абразивом не следует брать. Лучше мы поработаем чуть-чуть подольше, но сделаем все аккуратно и деликатно. Прочищаем также и под ногтями. И, конечно же, делаем срез. Срез я делаю ножничками, но знаю, что многие делают именно в педикюре срез кусачками. Говорят, что так удобнее. Тоже напишите, пожалуйста, чем вы делаете срез именно в педикюре. Сейчас мы не разговариваем про маникюр. После того, как мы срежем кутикулу, обязательно все зашлифуем, заполируем. И уже можно, конечно же, приступать к покрытию. Кстати, когда делаете срез в педикюре, обращайте внимание, что кутикула как будто бы смотрит чуть-чуть вверх. Обязательно хорошенько обезжириваем и наносим базу. Сегодня будем работать материалами Космопрофи, так как в прошлый раз они у нас продержались просто прекрасно. На большом ноготочке вы сейчас видите такое небольшое потемнение. Это уже старый-старый синячок, который был год назад. Вот он у нас досюда отрос. И уже можно покрывать, то есть делать покрытие. Это просто осталось небольшое такое потемнение. Коллекция Golden Rock очень красивая у Космопрофи. Маме захотелось светлых ногтей. Летом мы всегда делаем белый педикюр, практически всегда. Ну а этот цвет, он близок к белому, но я бы скорее назвала его молочным. В один слой это как молочный камуфляж, а в два слоя плотный молочный цветник, который отлично перекрывает или перекроет свободный край даже на длинных ногтях. Самое интересное, что, наверное, зимой я бы не рекомендовала белые ногти на ногах, потому что ноги еще не загорелы, и белый цвет лишь оттенит бледность кожи. А вот такой вот красивый молочный тон пришелся как нельзя кстати. Ну и, конечно же, на большом пальчике мы сделаем дизайн. Итак, начнем мы с подмалевка. Белым гель-лаком рисую подмалевок нашего цветочка, нашего, конечно же, тюльпана. Скоро 8 марта, и я хочу заранее вас всех поздравить, милые девушки, самые прекрасные создания на земле. Желаю вам оставаться такими же красивыми, такими же неординарными. Каждая из нас не похожа друг на друга. И желаю вам всего самого хорошего и светлого, что только может быть в этой жизни, в этом мире. Рисуем подмалевок тюльпана. Каждый элемент я просушиваю для того, чтобы они у нас не сливались между собой. Это вам потом очень сильно поможет, когда мы начнем все заполнять. 197 цвет, очень красивый салатовый пастельный цвет, который мы заполняем наши листочки. Вообще, салатовый цвет в педикюре отлично оттенит любой дизайн, и дизайн будет смотреться более ярко. Этот красный, который я показала, он с очень красивым малиновым потоном. И обратите внимание, что я закрашиваю отдельно каждый элемент. В этом случае я их не просушиваю между собой, так как мне все-таки нужно будет убрать между ними границу. Но благодаря тому, что на белом подмалевке между красненьким и красненьким у нас оставалась такая, как канавка, нам очень легко расставить тени. Тени я расставляю черным гель-лаком, смешанным с топом. Также тень я добавляю под листочком и под другим листиком. Обязательно белый еще смешиваю с топом и немножко высветляю центральные части лепестков тюльпана. Если вы размешаете белый хорошо с топом, то вам не составит труда сделать плавную растушевку. После полимеризации обязательно делаю черную обводку, так как это педикюр. И всегда думайте о том, что ноги мы смотрим с как бы дальнего расстояния, да, с расстояния наших глаз. До ног нам очень далеко. Поэтому дизайн лучше все-таки как-то выделить, как-то обозначить, чтобы он был читаемым. Ну и переходим к ножкам. Сначала мы работаем более жестким абразивом. Но, кстати, я никогда не беру диски 80-го, например, абразива или 100-го. Сейчас я работаю абразивом на 180 грит. Аккуратно и деликатно после нанесения обязательно кератолитика я обрабатываю поверхность ступни. И также обрабатываю ту часть, где у нас находятся стержневые мозоли. Убираю все шелушения, но не до конца. Работаю я обычно двумя абразивами. И уже вторым абразивом, более мягким, мы доводим наши пяточки до идеала. Обязательно убираем пыль. Убирай пыль я самыми обычными влажными салфетками. И вот теперь вступают в бой наши твердосплавные фрезы. На самом деле я кучу раз видела, как эти стержневые мозоли начинают выстригать ножницами, кусачками. Но самый простой, самый аккуратный, деликатный способ это поработать вот такими вот твердосплавными фрезами. Это, кстати, тоже фрезы к миссу. На них я ссылку вам также оставлю, как и на все товары, которые использовала. Обычно я работаю двумя насадочками. Одной такой расширяющийся конусик вы увидите уже по ссылкам, а другой шарик. Шариком я уже заглаживаю. Все эти фрезы, несмотря на то, что они такие маленькие, это все-таки твердосплав. И посмотрите, какой прекрасный результат. Весь кератоз мы убрали и также мы убрали все стержневые мозоли. На данный момент педикюру уже две недели и ноги чувствуют огромную легкость, огромное облегчение после того, как мы убрали вот эти вот мозольки. Потому что они доставляют очень большой дискомфорт. Кто, если не знает, то такое ощущение, что ты просто наступаешь на гвозди. Ну и вот итоговый результат нашего дизайна. По-моему, очень свежо, аккуратно. Да, пальчики чуть-чуть покраснели за счет того, что ножки все-таки возрастные. Кутикула, ну, очень тонкая. Но они не болят и никакого дискомфорта не причиняет. Если видео было полезным и интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Дзене. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!